Скандальный киевский судья Николай Чаус, вы его наверняка помните, это любитель прятать деньги в трехлитровых банках, он дошелся в Молдове. Там его уже задержали, говорят, что сдался сам. Почему он пришел с чистосердечным признанием, когда он сможет вернуться на родину и в чем он, собственно, признался, узнавала Анна Каменева. Любитель закатывать деньги в трехлитровые банки нашелся в Молдове. Подозреваемый в коррупции Николай Чаус почти четыре месяца был в международном розыске, но к правоохранителям явился сам. Вчера, чистосердечным, признался в незаконном пересечении Украина-Молдавской границы. В антикоррупционной прокуратуре Молдовы, говорят, исхудал. Даже по фотографиям не сразу его узнали. Гражданин Украины Чаус находится в изоляторе временного содержания Центра по борьбе с коррупцией. Мы направим хадатацию в судебную инстанцию о применении мер пресечения ареста. Суд в Кишиневе состоится завтра. Ему должны избрать меру пресечения временный экстрадиционный арест. В Молдове он 200 до 30 дней. В украинском НАБУ пока что ждут официального подтверждения от молдавских коллег, что это действительно Чаус. Только потом экстрадиция. Как только надейте до них колпотание про экстрадицию, их суд может ухвалить соответствующее решение, чтобы задуматься это колпотание или нет. Сколько времени займет вся процедура, неизвестно. Это может затянуться на месяцы. Но почему Чаус решил сдаться сам именно сейчас, да и еще властям соседней страны? Подвох может открыться в прошении политического убежища. Я не выключаю, что, возможно, могут быть какие-то движения в том направлении, политический притулок, разные тверждения про необґрунтованность и другие, они, как правило, всегда затягивают экстрадиционный процесс. К слову, Чаус спустя полгода отсутствия на сайте Дніпровского райсуда столицы все еще числится судьей. Напомню, скандальный судья Чаус в августе погорел на взятки в 150 тысяч долларов. Полученное зеленое служитель Фемиды законсервировал в банку. Пока парламент был на каникулах, Чаус успел скрыться.